Ежегодный рост численности населения Азербайджана, число жителей которого уже достигло 10 миллионов человек, указывает на устойчивое социально-экономическое развитие в стране и ведение устойчивой социальной политики, которая, в свою очередь, стимулирует демографический рост республики. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела занятости и демографии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Рена Абдулаева. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. В период, когда во многих странах мира наблюдается снижение численности населения, в Азербайджане, напротив, фиксируется рост численности населения. С чем это связано, по-вашему, и какие факторы считаются необходимыми для демографического развития в республике? Спасибо. Вы частично уже ответили на этот вопрос. Это действительно результат той политики социально-экономических реформ, которая ведется сегодня в Азербайджане, те достижения в области экономического развития, рост доходов населения, снижение уровня безработицы до 5%, повышение минимальной зарплаты и так далее. То есть те меры, которые принимаются в области совершенствованной социальной политики, все это приводит, естественно, к росту населения. И, как вы уже отметили, на сегодняшний день за последние 15 лет, в сравнении с 2003 годом, население Азербайджана возросло на 18%. Это где-то более 1 миллиона 700 тысяч. И 6 апреля, как вы знаете, у нас родился 10-миллионный гражданин. Это говорит о том, что Азербайджан перешел в число стран, превышающих население больше 10 миллионов. Это достаточно высокий показатель, потому что достаточно высокий показатель рождаемости населения в стране. Вот только за 2018 год в стране родилось 139 тысяч младенцев. И высокий показатель рождаемости при достаточно низком показателе смертности позволил сохранить прирост населения ежегодно около 1,1%. Это значит, что это позволяет обеспечить воспроизводство населения, качественный рост, и что является непосредственной частью демографической безопасности страны, концепта демографической безопасности страны. То есть это значит, что экономика Азербайджана обеспечивает себя трудовыми ресурсами, и в будущем эта тенденция будет продолжаться. В чем это проявляется? Как вы знаете, Азербайджан одна из немногих сегодня стран в мире. Вы сами ответили, что население во многих странах сокращается, идет процесс депопуляции. В особенности это присуще европейским странам. В Азербайджан одна из немногих стран с молодой структурой населения. То есть когда молодежь от 0 до 29 лет составляет почти 50% населения. То есть молодежь от 14 до 29 лет, это сегодня 25,6%. То есть это потенциальная рабочая сила для Азербайджана. В этом смысле Азербайджан имеет дивиденд. Большое значение имеет правильное распределение этой рабочей силы, эффективное распределение рабочей силы, интеграция его на рынок труда. Так как в год по средним таким вот расчетам около 100 тысяч молодежи выходят на рынок труда. И в связи с этим принята стратегия занятости Азербайджана 30 октября 2018 года, которая именно определяет комплекс мер, то есть предусматривает определение мер по развитию занятости населения на основе приоритетов экономического развития и с учетом вот этих демографических перспектив населения. Все это предусмотрено в стратегии занятости. Скажите, а с ростом численности населения в стране растет ли необходимость проведения каких-либо дополнительных мероприятий, к примеру, строительстве новых учреждений, открытие новых рабочих мест? Безусловно, в стратегии занятости как раз об этом и говорится о том, что главная цель принятой стратегии занятости это эффективное размещение трудовых ресурсов. Кроме того, этот вопрос очень четко определен в стратегических дорожных картах по развитию национальной экономики, принятых, когда предусмотрено создание новых рабочих мест, а также инфраструктуры, которые обеспечивают для того, чтобы рабочая сила могла все больше активнее вовлекаться на рынок труда. Кроме того, предусматриваются меры по расширению активных программ занятости, когда безработные и ищущие работы граждане, в частности, молодежь, которая выходит на рынок труда, чтобы она легко адаптировалась на рынок труда, то есть обеспечить их новыми квалификациями, рабочими местами и так далее. То есть сегодня проводится комплекс мер в этом направлении. А что делается сегодня для оценки и прогнозирования демографической ситуации в стране? Это один из самых важных вопросов, являющийся в развитии политики демографии, это прогнозирование. Да, в 2016-2017 году были разработаны прогнозы совместно с европейскими экспертами. У нас тесное сотрудничество с фондом народонаселения. И при поддержке этого фонда в Азербайджане была проведена работа по прогнозированию роста населения. И методология сегодня разрабатывается на основе этих прогнозов, потому что, как вы знаете, планируется создание обсерватории по системе прогнозирования рынка труда. А демографический аспект является непосредственной частью рынка труда. И поэтому методология, вот сейчас как раз ведется переговоры с экспертами международными по разработке такой методологии прогнозирования. То есть эта методология, эти прогнозы как раз лягут в основу тех приоритетов, которые будут заложены в демографическую политику в будущем. Спасибо большое. Я напоминаю, мы говорили о демографическом развитии в Азербайджане с заместителем начальника отдела занятости и демографии Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Реной Абдулаевой.